Антраль. Для здоровья печенки и подшлунковые залозы. Антраль. Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковин. Сегодня 19 сентября. Это Радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Начать я сегодня хотел с ситуации на Северном Кавказе, однако, видимо, придется обозреть сначала ситуацию на Кавказе Южном, поскольку вот только что, буквально в течение последних нескольких часов, официальные власти Азербайджана объявили антитеррористические мероприятия локального характера. Таким образом, я так понимаю, что это какой-то новый эфемизм, типа специальной военной операции, которая означает, собственно, начало новой войны. Ну, или в данном случае, наверное, правильнее говорить не о начале новой войны, а о возобновлении войны старой, которую Азербайджан ведет против Армении. Там в этом регионе с 90-х годов прошлого века, а конфликт там, конечно, продолжается еще больше, наверное, уже лет так сто, если не больше. Тем временем, армяне сообщают, что их города подверглись бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. Азербайджан говорит, что только военные объекты были атакованы, и только на той территории, которая официально признана азербайджанской во всем мире, и по всем правилам и законам принадлежит Азербайджану. Ну, армяне на это, конечно, отвечают то, что исторически, типа там только армяне жили, и вообще непонятно, с какого лишнего эта территория стала Азербайджаном, но этот спор бесконечный, он длится очень-очень долго, и, думаю, будет еще и долго длиться. Страны Запада тем временем хранят пока молчание, никто официально не высказался вот на данный момент по поводу всего происходящего. Я думаю, что западные страны в основном ожидают реакции Соединенных Штатов, вот ждут, пока Америка проснется, проследит, поймет, что там происходит, и какой-то свой вердикт вынесет, поскольку у американцев такие непростые отношения в последнее время с Азербайджаном, и все более лучшие отношения, улучшающиеся отношения с Арменией. Тем временем у России, которые все равно наоборот, отношения с Азербайджаном улучшаются, а с Арменией ухудшаются, тоже пока на Россию никаких заявлений не делают, кроме таких, знаете, официальных, что типа давайте сохранять спокойствие, вернемся на стол переговоров, прекратить кровопролитие и всякое такое. В некоторые средства массовой информации даже пишут, что вся эта операция азербайджанская, цитата, была согласована с Москвой, чтобы не ударить по так называемым российским миротворцам, которые зачем-то все еще находятся в Нагорвен-Карабахе. Российская позиция тут вообще, на самом деле, заслуживает отдельного описания. Дело в том, что всегда, долгие годы, то есть десятилетия, Россия была за Армению в этом конфликте, и на территории Армении в городе Гюмри даже есть российская военная база. Я не знаю, осталась ли она там до сих пор, функционирует ли она до сих пор, потому что все возможные войска согнаны со всех точек на украинские фронта, я имею в виду российские войска, но официально военная база в Гюмри все еще функционирует. Но ситуация, это союзничество Армении и России, стал меняться последние годы, поскольку, как вы, наверное, знаете, совсем недавно в Армении прошел, так сказать, свой аналог Майдана, была своя революция достоинства, и там начались очень серьезные демократические изменения. То есть, условно говоря, армяне прогнали своего Януковича, и у них пришел вот их нынешний президент Никол Пашинян, который, в общем, такой весь прозападный, продемократический и так далее. Естественно, России это не понравилось, потому что были изгнаны со всех постов в Армении именно ставленники Москвы, то есть такие пророссийские силы, и с Пашиняном у Владимира Путина и вообще у российской элиты отношения не сложились. Более того, они стали все более и более возмущаться, я имею в виду россияне, тем, что Армения начала уплывать просто из-под российского контроля. Ну, за последние буквально месяцы Армения провела учения с Соединенными Штатами. Там, конечно, такие учения не очень большие были, там десятки людей всего лишь участвовали в них, но все равно раньше никогда Армения и США совместных учений в агенах не проводили. Тут, знаете, пожалуйста. Армения объявила о том, что в скором времени может выйти из организации договора по коллективной безопасности. Это такое квази-недоделанное НАТО российского разлива. Кроме того, Армения собирается подписать римский статут. Что это такое? Это статут о создании международного уголовного суда, и если армяне подпишут этот римский статут, присоединятся к его действию, то это получается, что когда Владимир Путин, если Владимир Путин появится в Ереване, то армяне обязаны будут его арестовать по ордеру Гаагского суда и передать его, собственно, Путина в Гаагу за участие в организации массовых похищений украинских детей. Помните, был выписан ордер на арест Владимира Путина именно по этой статье. Кроме того, жена Никола Пашиняна, Анна Акопяна ее зовут, она недавно была в Киеве, привезла, опять же, какую-то символическую, но все-таки гуманитарную помощь от имени армянского народа, и она участвовала в саммите вот этих первых леди и джентльменов, которые проходили в Киеве. То есть Армения абсолютно очевидно делает сейчас такой исторический разворот в западную сторону, от России в сторону Запада, США, Евросоюза и так далее. И Украина, кстати, тоже, в сторону Украины. Москва же на этом фоне становится на сторону Азербайджана, потому что, например, лучший друг начальника службы внешней разведки России, человек, с которым Сергей Нарышкин ходит в баню, в буквальном смысле их там ловили на этом деле, зовут его Год Нисанов, он из Азербайджана, то есть он азербайджанский предприниматель, у него куча всякой недвижимости в Москве и так далее. Но вот этот вот Год Нисанов стал, ну, по сути дела, неофициальным советником главы российской внешней разведки по южно-кавказским вопросам. Естественно, он на стороне Азербайджана. И вообще Путину даже, это касается не только подчиненных Путина, но и его самого, конечно, чисто психологически ему намного проще иметь дело с восточной деспотией, где сидит такой же начальник, как и он, десятилетиями управляет бесправными своими подданными, нигде нет никакой оппозиции, где нет никакой свободы слова и вообще ничего, чем находить общий язык с проевропейским, прозападным, продемократическим лидером, который пришел к власти благодаря демократическому воле и заявлению своего народа. То есть, конечно же, Путину легче, проще, понятнее иметь дело с Ильхамом Алиевым, то есть, с азербайджанским руководителем, чем с Николом Пашиняном, руководителем армянским. В общем, Москва сейчас все больше и больше делает ставку на Азербайджан. Ну, кроме всего проще, кстати, еще в России в последнее время очень сильным стало мусульманское лобби. Азербайджан страна мусульманская, напомню. Лобби это включает в себя в том числе и Рамзана Кадырова и его подчиненных. Кстати, о Кадырове сегодня обязательно еще поговорим. В общем, делает Москва ставку, очевидно, уже не на Армению. То есть, она от старых своих альянсов отходит и вступает в новый альянс Азербайджана. Смысл тут такой. Ну, во-первых, Россия сейчас очень сильно зависит от Турции. А Турция и Азербайджан традиционно, друзья. Во-вторых, если Азербайджан побеждает в нынешней войне, то армяне, ну, Россия надеется на это, армяне поднимут бунт, какое-то восстание против Никола Пашиняна за то, что он утратил Нагорный Карабах и вернут во власть в Армении старую пророссийскую гвардию. То есть, вот тех самых людей, которых принято называть в Армении выходцами из Карабаха. То есть, Путин хочет наказать Армению за то, что она выбрала себе сейчас западный путь развития, и поэтому абсолютно не протестует против азербайджанской вот этой специальной военной операции. Кроме того, еще интересный показатель. Маргарита Симонян, всем известная российская пропагандистка с армянскими корнями, она выступает во всем этом конфликте за Азербайджан и против армян. Только потому, что в этом конфликте Владимир Путин выступает против Армении. Что, на мой взгляд, тоже очень показательно. Ну и операция, надо еще вспомнить, что она началась после недавнего визита Эрдогана в Сочи. Все тогда гадали, что это за визит был, о чем, потому что о сделке зерновой не договорились, вообще ни о чем, по сути дела, не договорились. Вот теперь мы видим, о чем все-таки на самом деле. Там шла речь между Раджепом Таипом Эрдоганом, турецким президентом, и Владимиром Путиным, российским диктатором. При этом сегодня буквально стало известно, что Турция стала главным и почти единственным покупателем угля, который добывается на аннексированных территориях Украины. То есть Россия добывает уголь на этих территориях и продает его в Турцию. 95% всего того угля, который добывается на Донбассе, отправляется через порты Ростова-на-Дону и Новороссийска в Турцию. Об этом сообщает агентство Reuters. Ну что ж, похоже, что сейчас мы увидим ситуацию следующую. Пока ситуация в мире, пока все внимание мирового сообщества сконцентрировано на войне, которую Россия развязала против Украины, Турция, Азербайджан и отчасти Россия, в общем, каждый по своим мотивам решили все-таки добить Армению, пока есть такая возможность. Сложно пока сказать, на самом деле это будет большая широкомасштабная война или короткая всего лишь операция. Мы об этом пока с достоверностью не можем говорить, потому что вот только первые часы это все развивается. Но тут надо обратить внимание вот на что, будут ли передвинуты боевые действия на так называемые Зангизурские коридоры. Если кто не в курсе, посмотрите на карте, Азербайджан разделен на две неравные части. Одна часть, собственно, Азербайджан, большая такая, а вторая часть, маленькая, называется Нахичеванская область. Эта область отделена от основной территории Азербайджана, армянской территории. Собственно, там примерно 70 километров, если не ошибаюсь. И вот эти 70 километров, они и называются Зангизурский коридор. И Азербайджан никогда не скрывал своего желания получить контроль над этой территорией с тем, чтобы его территория, территория Азербайджана была единой, неделимой и продолжительной, скажем так. То есть она нигде не прерывалась. И, кстати, за реализацию этого проекта выступает также Турция, потому что Турция надеется, что таким образом она получит... Ну, естественно, в этом коридоре собираются и азербайджанцы, и турки проложить железную дорогу, простую дорогу, шоссейную и так далее. И таким образом Турция получит прямой выход на Центральную Азию, на тюркоговорящие страны Центральной Азии. То есть Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан. И таким образом влияние Турции распространится не только на Южный Кавказ, но и на всю Центральную Азию. Таким образом, в общем, там замес уже не просто локальный какой-то, вот как Азербайджан назвал это, сейчас я найду даже, мероприятие локального характера. Не, если все получится у азербайджанцев так, как они задумали, то это будут глобальные изменения, а вовсе никакие не локальные. То есть это будет очень серьезные изменения. Ну вот сейчас давайте следить, будет ли вестись борьба за Азангизурский коридор. Сейчас, на данный момент, Азербайджан говорит, не, 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 мы ничего такого не планируем, мы просто вот восстанавливаем территориальную целостность. Окей, это одна история, но если восстановление территориальной целостности выльется в атаку уже на собственно армянскую территорию, вот это, конечно, будет очень серьезно и с большими последствиями для всего мира. Но опять же, сейчас пока еще подождем, как на всю эту ситуацию отреагирует Соединенные Штаты Америки, потому что от их позиции, конечно, очень многое зависит и в этом регионе, и вообще в мире. Ну а для Украины, конечно, надо сказать, чем это отразится на украинской ситуации. Ничего хорошего в том, что началась еще одна война, конечно, нет. Плюс для Украины это плохо тем, что сейчас эта новая война будет отвлекать внимание и ресурсы мирового сообщества, именно туда, на Южный Кавказ, от ситуации, которые, от войны, которую Россия развязала против Украины. То есть хорошего мало, очень такая печальная история развивается, и, к сожалению, пока нет никакого решения в этой истории, потому что, как я сказал, противостояние армян и азербайджанцев долгое-долгое, в века уходит, и обе стороны претендуют на то, что это вот только они там должны быть, а вот эти вот плохие, их там быть не должно. И они, естественно, плохими друг друга называют. Как этот конфликт разрешить, я пока не очень понимаю. Наверное, знаете, наверное, вот в Европе такого рода конфликты разрешались тогда, когда соседние страны, воевавшие друг с другом, становились демократиями. Вот, например, Англия и Франция, которые там, опять же, веками они сражались за какие-то приграничные земли, когда они стали демократиями, и те, и другие, тогда у них как бы все конфликты и закончились. Наверное, чего-то подобного стоит ожидать и от этого конкретного противостояния, когда Азербайджан и Армения вместе станут демократическими государствами, возможно, они когда-нибудь вступят в Евросоюз, и те, и другие, вот тогда, я думаю, конфликты у них и закончатся. До тех пор, пока либо в Армении, либо в Азербайджане будет авторитарный диктаторский режим, я думаю, ничего хорошего там ожидать от этой истории не стоит. Ну и сейчас об еще одной кавказской истории, как я и обещал, о Северном Кавказе, причем эта история может обернуться, знаете, черным настоящим лебедем для Российской Федерации. Точнее, не лебедем, наверное, а черным таким гусем, причем достаточно упитанным гусем, если не сказать жирным. Речь, конечно, идет о состоянии здоровья чеченского падишаха Рамзана Кадырова. В последнее время появилось все больше и больше слухов, можно даже сказать информации о том, что он не очень хорошо себя чувствует, причем некоторые люди говорят, что он чувствует себя настолько плохо, что уже даже находится на том свете. Умер он, по некоторым данным, неподтвержденным пока данным. Ну, история развивалась это следующим образом. Несколько лет назад Кадырова, Кадыров, очевидно, стал быстро толстеть, прям на глазах, раздувать его стал, он, наверное, в два или в три раза набрал весе. Ну, многие это объясняли тем, что он злоупотребляет наркотиками самыми разными, опять же, его речь становилась все менее связанной, он же там часто выступает у себя в Телеграм-канале, до этого он в Ватсапе, по-моему, был. И его речь становилась все менее и менее связанной. То есть, послушать выступление Кадырова 10 лет назад, он очень быстро, очень бодро говорит и по-русски, и по-чеченски, никаких проблем у него не возникает. И он достаточно спортивного телосложения был. Сейчас, в последние годы, он стал очень толстым, он медленно, как-то затянуто стал говорить, едва произносить фразы, не артикулированно, в общем, явно у него что-то там нарушилось в мозгу с просто речевым аппаратом. Это продолжалось уже два года примерно. Два года назад, даже чуть больше, личным врачом, то есть, ему понадобился личный врач. Личным врачом стал человек из Дагестана, которого зовут Эльхан Сулейманов. Эльхан Сулейманов очень хороший, видимо, врач, он работал в Германии долгое время, он онколог по своей главной специальности. Он вылечил от какой-то неназванной болезни, но можно догадаться от какой, если он он онколог, Аймани Кадырову, то есть, мать нынешнего чеченского падишаха. За это он стал министром здравоохранения Чечни, даже вице-премьером стал, приближенным к Кадырову человеку, и вообще стал чуть ли не личным, ну, по сути дела, личным врачом самого Рамзана Кадырова. И вот как сообщают, опять же, там же, понимаете, все покрыто мраком, тайной и так далее, но вот есть такой телеграм-канал ВЧК, ОГПУ, его источники сообщают, что ровно год назад, в конце лета, в начале осени 22-го года, этот самый Сулейманов сделал серию инъекций Кадырова. А, ну я же не сказал, чем он заболел, собственно, Кадырова. У Кадырова с почками начались проблемы, и многие связывают это с усиленным употреблением наркотиков. И, ну, в общем, да, от наркотиков почки могут сесть. Это как бы не что-то удивительное и не выходящее за пределы обычной медицинской практики. Это распространенное явление, скажем так. Так вот, этот Сулейманов вроде как решил вылечить Кадырова и сделал ему серию этих самых инъекций, видимо, с целью помочь работе почек. Инъекции эти ампулы он привез откуда-то то ли из-за границы, то ли из Москвы. Никто точно этого не знает. Тогда же, кстати, вышел фильм, помните, «Дюна», в который там личный врач предал своего начальника, герцога Лето от Трэдиса, и в результате там начались очень неприятные. В общем, дом этого Лето от Трэдиса, его, так сказать, семья чуть не были уничтожены в результате этого предательства. Я думаю, может, Кадыров посмотрел этот фильм или что-то еще. Но хуже стало Кадырову после этих инъекций. Он пытался летать в Москву, он пытался летать в Дубай, чтобы понять, что с ним вообще происходит по медицинским делам. Но ему помочь никто, в общем, не мог. И советники кадыровские стали говорить, может, они этого кино насмотрелись или что, сказали, вот у тебя врач прибыл, это он тебе вколол вот эту дрянь, вот эту гадость. Поэтому, чтобы наказать этого врача, давайте мы тебе нового врача найдем, а этого надо наказать, и давай его накажем примерно, чтобы все знали. Кадыров колебался, но после очередного обострения своей ситуации со здоровьем, он, видимо, пришел в ярость и велел убить этого Сулейманова. Причем не просто убить, а с помощью средневековых методов врача несчастного. А по данным источников, опять же, закопали в могилу живьем. Вот так вот. За то, что якобы он предал Кадырову и пытался его отравить. То есть, собственно, в этом было его обвинение. Естественно, после... А, собственно, Сулейманов или Хан Сулейманов пропал. С тех пор его больше года никто не видел. Нет ни одной фотографии, ни одной аудиозаписи. Вообще ничего нет. Хотя в Чечне говорят, да не, 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 он просто уехал в Баку. Но в Баку его никто не видел. То есть, нет этого человека в Баку. Видимо, ситуация... То есть, информация о том, что его убили вот таким достаточно жутким способом, она соответствует действительности. Как вы можете догадаться, после того, как врач пропал, видимо, был убит, легче Кадырову от этого не стало в плане здоровья. Потому что, опять же, наркотики, опять же, стресс постоянный, ковид. Помните, Кадыров очень тяжело переболел ковидом. У него лишний вес, скорее всего, еще и диабет у него есть. В общем, хуже становилось Кадырову. И вот, буквально несколько дней назад, Алексей Венедиктов, бывший руководитель радиостанции «Эхо Москвы», которого тоже довольно много источников в российской власти, сообщил, что у Кадырова острая почечная недостаточность. То есть, проще говоря, отказали у чеченского падишаха почки. На самом деле, от этого люди не умирают. Точнее, умирают, но не сразу. Дело в том, что есть аппараты искусственной почки, которые проводят гемодиализ, то есть, очищают кровь от всякой гадости, от дряни. Собственно, выполняют ту работу, которую у здорового человека выполняют почки. И человек несколько дней может нормально функционировать, пока у него опять не накопится в крови всякая дрянь, и опять ему не надо проходить вот эту операцию. То есть, это, в общем, у людей, люди с этим живут. Не очень, конечно, приятно это все, это качество жизни не самое высокое, но жить можно. Это вот, кстати, у меня кот в прошлом году умер, у него была такая же история с почками. Котам, к сожалению, гемодиализ не делают, и кот умирал, очень мучился. Я могу сказать, ничего приятного, ничего хорошего нет. Когда отказывают почки, это просто в организме скапливаются всякие отходы, и кота тошнило, и постоянно было ужасно, его рвало. В общем, страшное дело. Я думаю, что у человека ситуация ничем не лучше. Так вот, нужен постоянный диализ для решения этой проблемы. Кадырова на самолете возят то и дело в Москву, либо в Объединенные Арабские Эмираты. Судя по всему, в Грозном он по каким-то причинам боялся это делать, этот себе гемодиализ, может быть, не доверял местным врачам, не знаю. Ну, а недавно, опять же, по информации из разных телеграм-каналов, уже после первого сентября, видимо, Кадырову надоела эта ситуация, что он вынужден ездить постоянно на гемодиализ. Ему якобы пересадили донорскую почку. Ну, вы знаете, это операция, в общем, для современной трансплантологии, не бог весть какая сложная. То есть, если есть почка, ее пересаживает, человек пьет иммунодепрессант и, в общем, живет там десятки лет после этого, нормально может функционировать. Если почка хорошо приживается, все нормально. И не надо делать этот гемодиализ на постоянной основе. Но, опять же, по информации источников, эта почка по каким-то причинам не прижилась. То есть, операция поначалу прошла успешно, но сама почка, началась реакция отторжения, началось воспаление, начался сепсис. И ситуация стала для Кадырова в плане здоровья хуже. И вот, как сообщается, 17 сентября он, то есть, два дня назад, он впал в кому. И уже из этой комы не выходит. По состоянию, соответственно, здоровья из-за вот этой всей навалившейся на него неприятностей. В тот же день чеченский правозащитник, оппозиционер Абубакар Янгулбаев написал у себя в телеграм-канале два слова. Кадыров умер. То есть, по его информации, вот этого падишаха уже на свете нет чеченского. Все может быть, может действительно умер, но, на мой взгляд, это на данный момент маловероятно. То есть, рановато об этом говорить, о том, что Кадыров действительно умер по той причине, что сейчас в Московской центральной клинической больнице, там за ней наблюдают вообще все-все-все. Потому что именно туда постоянно съезжаются машины на чеченских номерах сейчас с какими-то очень высокопоставленными либо друзьями, либо родственниками Рамзана Кадырова. Там все время дежурит отряд вооруженных кадыровцев. Туда прилетают какие-то вертолеты чуть ли не непосредственно не из Кремля. И вот этот корпус, где находится отделение реанимации центральной клинической больницы, это в Москве, естественно, все находится, там вот он взят под круглосуточную охрану этими кадыровскими боевиками. Ну, что можно сказать по нынешней ситуации? Видимая ситуация, видимо, с Кадыровым все действительно очень-очень плохо. И вот это очень плохо вполне вероятно приведет к серьезнейшим осложнениям ситуации на Северном Кавказе. В первую очередь в Чечне самой, но и в соседних регионах тоже. И почему и как это произойдет, давайте я в следующей части расскажу. Подписывайся на канал Радио НВ «Ось тут». Радио НВ «Ось тут»